готовлю я пирог для серьезно я вам говорила что будут печь посмотрите тесто какое супер 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 воздушная супер 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 пузырчатая очень классное тесто получилось очень это у меня нужно второй раз подошло так что можно приступать ой готовки пирога так кастрюли завтрака еще не помыла здесь фарш я прижарила добавила соль специи черный перец паприку немножко зиры лук я порезал на своей любимой терке но я уже как-то снимала показывают пирог сейчас лук я прямо на горячий фарш положу наверное так чтобы он при парился и горечь немножко от него отойдет что-то последнее время лук какой-то прям вот термоядерные и не знаю не очень вкусно пахнет в пирогах поэтому стараюсь как-то его немножко термически обработать перед тем как формировать пирог сейчас полежит просто на теплом фарше я пока картошку нарежу немножко все это дело подстынет картошку я также на натру на вот этой терке я просто обожаю эту терку делать соломкой здесь такие вот такие зубцы и картошку как дотрешь то есть она уже получается соломкой но неудобно мне одной рукой все это дело снимать в общем натру покажу что получилось готова картошка я с помощью еще вот такой насадки придержу чтобы руки не изрезать терка хоть очень старая но очень очень остро видите как она строгает картошечку где-то получаются мелкие стружки но потому что рука сбивается но все равно в пироге это смотрится неплохо видите я подложила салфеточку для того чтобы лишняя влага еще ушла из картошки чтобы ну как бы не царевала лишней влагой тесто внутри она получается тогда воздушная пропеченная при этом не влажная так вот так тесто получилось просто потрясающее вот она вот такое и туткнула пальцем она же примут такое класс ню чили все буду делать формировать пирог хочу еще раз похвалить вот эти коврики силиконовые для выпечки вообще не темнеет легко моются я уже все реже и реже пользуюсь бумагой для выпечки но только если где-то форма для торта а вот именно на листы я кладу вот такие коврики очень классные штуки очень я довольна этой покупкой так тесто раскатала в такой прямоугольник сейчас перенесу на лист выглядит это примерно так я еще немного присолила и при перчила сейчас верхнюю часть немножко украшу и в духовку духовка уже разогревается пирог уже почти готов его немного смазала молочком сейчас обратно отправлю в духовку буквально на несколько минут почему молоком не яйцом да яйцом красивее близ блестящие но молоком он потом у него аромат такого топленого молока получается делаю для мужа делаю так как он любит готова часто 10 минут запекался пирог при температуре 180 градусов вверх-вниз такой высокенький получился очень надеюсь что вкусно но муж потом скажет вкусно было даже муж приветик постароваться с вами то я так и за кадром болтала болтала кстати всех с праздником мужчин да с фатер так с днем пап день мама прошел без меня но я открыточка вас поздравляла вышла на балкон хочу посмотреть гераньки гераньки у меня вот так выглядят я их когда высадила они несколько дней стояли потом когда их высадила начались холода и вот они как-то немного еще болеют прям болеют ну цвистит они цветут но болеют у нас сегодня очень-очень тепло днем было но ветерок не знаю какая погода на завтра наверно с утра их полью девочки как поливать правильно гераньи вы когда поливаете утром или вечером но в принципе земелька уже суховатая можно полить и наверное разведу и мне там кажется подкормка была где-то доводит их подкормить наверное вот там далеке на балконе вон там у этой женщины смотрю тоже в этом году что-то геранечки не очень обычно у нее такие кусты в это время уже стоят у нас в этом году спилили по весне полностью все кустики которые были под балконами полностью все вот и так что если наш тайсон соберется опять летать то ему не повезет но я надеюсь он повзрослел не летать не будет больше да и в принципе ничего так не стоит чтобы он там смог опереться и взлететь попугай у меня здесь живет искусственные вот еще два кустика герани которая дешевая была по 80 сколько на там 9 центов по-моему вот они прям такие хорошо принялись но я цветочки сразу убрала которые там были что то тут ну вот первая зависть пошла наверно будут цвести совмещаю приятное с полезным у меня пелье постиралась вывешиваю и решила с вами поболтать хочу пожаловаться девочки я не накрашенная выходной все закрыто у нас сегодня поэтому на улицу мы сегодня не выходили сейчас сереже пойдем к маме отнесем пирог поздороваемся увидимся про что хотела пожаловать представляете я заказала новую мебель прихожую заказал сравнительно давно и в то время как должна была прийти прихожая ну я смотрю нет никаких сообщений да как это термин дата да когда привезут мебель приходит сообщение на электронную почту открываем они говорят оставьте отзыв будьте так любезны понравилась ли вам доставка понравился ли вам сайт как вы довольны мебелью там 5 10 я им пишу письмо когда я получу все-таки свою мебель хотелось бы мне знать в ответ тишина через пару дней я попросила доченьку чтобы она написала более официальное письмо да ну мой разговорный письменный язык оставляет желать лучшего дочь написала они ответили на следующий день что приносят изменения связи с вот этим вирусом что очень много заказов они не успевают решат наш вопрос все это дело будет обрабатываться да сегодня с утра пораньше открываю как всегда электронную почту стараюсь проверить все что только можно нельзя открываю там письмо они прислали маннг но то есть предупреждение о том что я сделала заказ до что я получила заказ а до сих пор не оплатила что все сроки вышли кто сталкивался с такой ситуацией мне вот интересно завтра хотим звонить уже прям туда официально на этот сайт это первый раз я там заказываю мебель мне просто цена этой прихожей помните я вам говорила что наверное не в этом году что цена тут вот прям цена такая хорошая была прям вот замечательная цена на ту прихожую которая давно давно мечтала и так как мне в этом году ни в какой отпуск абсолютно никуда и решили эти деньги вот пристроить к мебели так вот и теперь не знаю как быть но все-таки позвоним изначально да узнаем что что же дать дальше во всяком случае я хочу свою мебель получить пугушный пугушными не до их них там отзывов и всего остального вообще такое ощущение что забыли наш адрес мы заказали подарки для папы на фатер так и на день рождения и до сих пор ничего не приходит еще и мы заказали еще одну штучку это прям сережина стоял на лето такой комнатный кондиционер мы им конечно потом покажу если он придет и тоже до сих пор нету хотя стояла что доставка три дня прошла уже неделю в общем и не знаю только у нас так с доставкой напряженка или еще где-то и вообще с этим карантином просто какой-то вот непонятное все происходит с этими магазинами теперь я уж точно больше не ногой пока это все дело не закончится вот такие магазины с вещами неважно аутлеты это или нормальный магазин не хочу вам не хочу то ужасно так ну все я вам еще хочу ставить видео не очень это слово нравится но все таки я получала посылочки еще вперед когда это случилось вам говорила что я записывала видео и не показала там пришел гуси бокс просто хочу показать если интересно посмотрите мы пойдем прогуляемся вам как всегда всего доброго пока пока ты на охоту сходил все придавил мотылька добытчик дайсон ты добытчик вывожу с красными волосами я очень часто говорят ребята ой сложно найти работу я работаю ростовой куклы понимаете работа муж мне тут букеты дарит по пути танк шум прикольные я не знаю что это за курс такой просит красиво цветет а это каштан такой огромный тоже красиво цветут каштаны у них цветочки такие прикольные снимаю сирень уже практически отсвела он стык какая сирень тоже какой-то интересный такой а это туя называется по-моему до растения это березка вот у меня на пыльцу от березки аллергия и появилась она почему-то по приезду в германию в россии у меня аллергии на нее не было колоночка с водой постоянно стоит море воды здесь почему-то дети наверное балуются девочки мне пишут алло куда ты столько заказываешь косметики оказывается я еще немного заказываю косметики есть люди например лена да привет дорогая которые поболее меня заказывают в общем заказала я себе тушь не знаю если вам интересно я покажу вам разбор своей косметички что я выброшу что у меня закончилась тушь у меня практически закончилась и где-то наверное недельку назад да уже неделя прошла я заказала тушь от Vivienne Sabo вот такую шикарный объем называется силиконовая кисточка я буквально сегодня сразу же получил и сразу же опробовала я не очень люблю силиконовые кисточки но мне понравилось как разъединяются реснички вот такая силиконовая кисточка вот не знаю как она по носкости это тушь но я слышала только хорошие отзывы об этой туши очень многие девчонки хвалили в общем я решила попробовать заказывала через eBay если нужно я могу оставить ссылочку также в пакетике был небольшой подгончик два Гудшайн на 15 процентов на Vivienne Sabo если что-то буду заказывать и на какую-то еще Орлю в общем посмотрим что там есть или не будем смотреть что там есть и еще пришла посылочка последняя вот такая Glossy Box это уже последний действительно последний потому что я вам говорила что мы написали кунтику и он такой кошачий с кошачьими лапками практически черно-белого цвета Tyson уже коробочку пытался опробовать но слишком она мала для него оказалась сейчас покажу что там было внутри так хочется вам показать вот как это все выглядит все что здесь внутри я вам сейчас покажу в принципе немного в принципе не супер шикарно ну вот значит лак для волос это Tyson перекусил и пошел лак для волос сильной фиктацией от L'Oreal 3.99 если покупать это стоит у нас здесь пинцет пинцет если верить брошюре то он стоит 18.50 Basic Beauty вот такой аккуратненький розовенький такой ну я конечно за такую цену такой пинцет не купила бы не знаю что у него за супер качество ну вот показываю что есть не верите посмотрите пинцет и цена гелевый лейкопластырь я знаю что такие лейкопластырь дороговато стоят в каталоге стоит он 7.95 но вот именно вот эти пластыри девочки на лето очень классные я покупала уже дочи у нее проблема прям вот с мозолями ей даже комнатные тапочки умудряются мозоли натереть ну я конечно это утрирую но да и вот вот эта штучка спасает и сиёжа кстати тоже очень классная вещь но дорого так что у нас еще что у нас еще а здесь еще палетка с тенями и стоила бы она если вы ее покупать самостоятельно вот такая коробочка красивая 36 евро так зеркальца и вот такие вот такие тени я хочу сказать что практически все цвета которые здесь есть мне подходит то есть мне нравится я пользую охотно таки у меня палетка от нюкс вот так такая же цветовая гамма вот тоже не знаю как они носятся эти тени ноги вот такие салфетки две штуки в упаковке это салфетки показываю они это анти транспирант тюха это как дезодорант только в салфетке до защищает от вспотевание и устраняет запахи вот такие салфеточки написано что 24 часа держит посмотрим сколько бы они стоили столько хорошего пишут про эти салфетки и про дезодоранты именно этой фирмы вот салфетки стоят две штучки 357 они без алкоголя без красителя не парфюмированные содержит экстрат алоэ растительный глицерин и экстрат салфетки написано что он был дерматологический гтс то есть протестирован дерматологами и именно в германии так что вот такая штучка сказка написано что абсолютная антиперспирант революцион революция среди антиперспирантов все показала рассказала это последний глоссе бокс который мы получили я вам говорила что доча написала контику больше не будем потому что некоторые вещи просто разочаровывают как бы я думаю что лучше покупать по мере набор то что тебе нужно то что тебе хочется не ждать сюрпризов так вот так